Привет! У нас сегодня пошаговый туториал по сайту Gumroad, на котором вы можете продавать свои digital продукты. Это такая digital витрина, в которую уже встроена платежная система, систера сбора и обработки аналитики о покупателях вашего продукта, красивые ленинговые страницы и много других приятных плюшек, которыми можно пользоваться просто зарегистрировавшись. Регистрация бесплатная, можно просто авторизироваться с помощью Google аккаунта или подвязать на любую вашу почту и уже через пару часов, считайте, у вас есть своя небольшая витрина. Сайт живет на проценты, которые он снимает с комиссии за денежные переводы, которые вы себе переводите. Ознакомиться с тем, какая комиссия, какой сумме применима можно на самом сайте или я здесь вам какую-нибудь табличку выведу. Но в целом это вполне приемлемые деньги за тот функционал, который мы получаем, не оморочив с тем, чтобы делать сначала, например, на тильте свой сайт, потом подключать к нему платежную систему, что больше всего оморочит голову, потом подключать систему сбора аналитики. Это у вас займет в лучшем случае неделю, если у вас есть уже какой-то опыт в этом вопросе. Чтобы это заняло меньше времени, очень простой порог входа, как раз-таки сайт Gumroad. И сегодня посмотрим, что там можно делать и как разместить свой диджитал продукт. Давайте начнем с самого начала, с того, как зарегистрироваться. А вы знали, что вы можете поддержать развитие этого канала? Как всегда, внизу в описании под видео есть ссылка на мой бусти и кофе, как вам удобнее. Вы можете проспонсировать появление на этом канале нового микрофона, человечного, адекватного. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе для бодрого настроения при подготовке нового материала к новым выпускам. Ну и, конечно же, лучшая ваша поддержка – это лайк, подписка и комментарий. Спасибо за внимание. Давайте продолжать. Как я уже и говорила, что здесь можно просто авторизироваться. Я вот авторизирую с помощью Google. Заведем новый аккаунт. Мне надо ввести код, который пришел на почту. По сути, после того, как мы вводим токен, это просто проверка нашей почты. Все, мы можем работать с магазином. Что у нас здесь есть? У нас есть предложение создать свой первый продукт. Выбираем, какой мы хотим создать. Есть несколько категорий. И, скорее всего, с вероятностью 90% вас заинтересует digital продукт. Но тут есть еще курс или туториал, как сегодня у нас с вами видео. Возможно, его можно было бы продать, если бы оно было более уникальное, например. Или электронная книга, какое-то новостное издание, членство в каком-то клубе. Это может быть подкаст, аудиокнига. Мы сегодня с вами создаем digital продукт. Давайте на примере моего шаблона для Notion. Если вы еще не подписаны на меня, то на этом канале преимущество мы говорим про Notion. Ну и про отвезленные какие-то приложения, в том числе вот сегодня Gumroad. И с помощью Gumroad я продаю свои шаблоны для Notion. Чаще всего я их даже не продаю, а бесплатно отдаю тем, кто посмотрел видео на YouTube. И тем самым собираю статистику, сколько людей заинтересовалось, перешло, вот столько действий выполнило, чтобы еще и скачать себе шаблон. Ввожу название шаблона. Выбираю, что это digital продукт. Выбираю, что у него прайс 0. Сюда можно добавлять как продукты, которые что-то стоят, так и продукты, которые вы можете отдавать как бесплатно. В чем вообще смысл того, чтобы бесплатно отдавать какие-то свои продукты? Достаточно простой ответ, чтобы собирать статистику и email-адреса людей, которые уже заинтересованы в том, что вы делаете. Я вам рекомендую его рассмотреть в порядке такого звена, которое у вас собирает людей уже теплых в продаже чего-либо. Тоже очень классно. Устанавливаю цены 0. Нажимаю далее. Здесь надо заполнить все характеристики нашего продукта. При этом в правом уголке у нас будет превью. В превью будет отображено то, что у нас в конечном итоге будет отображено на лендинговой странице продукта. И здесь достаточно простой текстовый редактор. Текст можно там почернутым, как угодно, что с ним угодно делать. Вставлять цитаты, вставлять видео. Тут есть маленький лайфхак. Чтобы не долго писать текст и уже от чего-то отталкиваться, я пользуюсь чатом GPT, ввожу промт, описываю то, какой у меня вообще продукт, что я хотела бы введить в продающем тексте. И потом правлю сам текст. Ну, хотя бы, как минимум, шаблон, но у меня уже есть. У меня уже тут есть текст, поэтому я не буду вводить промт, я его просто скопирую и вставлю. Здесь его надо редактировать. Я разношу все, что надо на абзацы. То надо выделяю жирным. У курсивом что-то выделить. Тут, я думаю, все разберутся. Единственное, что, если у вас по продукту есть какое-то объяснение, как им пользоваться, или вы снимали видео, аудио, еще что-либо, здесь можно вставить или ссылку на основу пост, или прямо встроить видео. Для этого переходим на YouTube, берем ссылку видео и вставляем. Все супер просто. Оно встраивается на лендинговую страницу продукта сразу. Так, и чтобы вставить видео, нажимаем на иконку видео и вставляем ссылку сюда. Потому что, если вы ее вставите просто в текст, она так и будет ображаться, как ссылка. Так, видим, можем справа посмотреть. Вот у нас отображается видео на самой странице продукта, что намного более удобно. Крутим вниз. Здесь можем изменить URL. Можем изменить, можем не изменять. Я не буду изменять. Вообще, не заморачиваюсь с этим. Подгружаем обложку. Это то, что будет ображаться, когда вы будете вставлять ссылку на свой продукт на другие сайты. Небольшая обложка. И тут встает вопрос, что же делать с обложкой и визуальными материалами, которые будут отображать продукт. Какие-то продающие изображения. Нужно ли идти к дизайнеру? Конечно же, нет. Вы можете использовать канву. Я ее использую и радуюсь. Бесплатной версии вот так вот хватает для того, чтобы сделать какие-то более-менее приятные визуалы, которые будут отображать суть вашего продукта. Но в целом, тут много шаблонов. Все гипер просто сделать. У меня уже есть что-то готовое конкретно для этого шаблона, поэтому я просто сохраню на компьютер и все. Если нужно подробное описание, как это сделать и что брать за основу, то обязательно пишите. Я подумаю, может, будет видео. Так, тут я просто скачиваю. У меня уже есть готовый проект. Я его скачаю на компьютер. И обычно первая картинка, которую я буду использовать в карусели продукта, у меня идет на обложку. Не делаю чего-то отдельного, но вы можете сделать все, как захотите. Я все скачала с канвы. Загружаю обложку. Это у меня первый файл. И обложка называется Thumbnail. Это то, что будет отображаться. А потом загружаю все материалы, которые хочу, чтобы у меня были на превью. Это может быть только одна какая-то картинка, если у вас, например, электронная книга, хотя хорошо бы какой-то ознакомительный фрагмент, чтобы был. Или это может быть карусель, как у меня. Я выбираю свои файлы, загружаю, и они у меня сразу появятся справа в превью моего товара. Можно будет посмотреть, как он выглядит. Вот, пожалуйста, они обычно еще мешаются и не в правильном порядке ставятся, поэтому здесь просто зажимайте и перетягивайте, как вам удобно. Готово. Это почти все. Есть еще какие-то дополнительные настройки, например, какой призыв к действию будет отображаться возле покупки продукта. Я это хочу купить или заплатить. Тут по умолчанию стоит хочу это. Можно кратко описать, что человек получает. То есть, вверху у нас более объемное описание с какими-то подробностями. А здесь можно какой-то саммори написать, чтобы было кратко понятно. Или добавить какие-то дополнительные детали. Например, вы получаете удобное пространство, которое бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы получаете доступ к формулам, которые бла-бла-бла-бла-бла. Это все будет красиво отображаться вот здесь, в самого боку вашей страницы. Но у меня их не будет, не будем добавлять. Можно интегрировать в Discord или в Circle. Я думаю, что наши местности мало распространены, поэтому тоже опустим. Прайс я поставила 0. Можно также сделать так, чтобы человек сам выбирал, какую цену он хочет заплатить за ваш товар. Например, от 2 долларов и до бесконечности. Тогда вам надо разрешить пользователям платить, сколько они хотят. Вы здесь можете установить минимальную какую-то сумму. Или запретить. Тогда они могут только за 0. Также можно добавить версии продукта. И к разным версиям можно добавлять разную цену. Например, базовая стандартная версия шаблона без всяких дополнений будет стоить 10 долларов. А с базой формул или базой какой-то другой информации будет стоить 15 долларов. Это все можно помещать на одну страницу. Просто вот так здесь через версии добавлять новые версии. Мы этого делать не будем. Также есть минимальные настройки. Это лимиты. Если какой-то лимит товара, который вы хотите продать, например, этого шаблона, продается только 10 штук. Можем ввести. Можем позволить пользователям ставить оценку продукта по пятибалльной шкале. Там звездочки будут. Показывать публично, сколько уже шаблонов, в моем случае, какого-то диджитового продукта уже было скачано. Можем выбрать показывать или не показывать. А остальное нас не сильно волнует. Волнует. Ну вот, специфики, рефьюн, полиси, форси, 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 продукт. Если у вас есть какие-то определенные требования, которые следует отметить. Но я думаю, что это тоже очень редкий случай. Поэтому мы ставим так. Смотрим на превью. Мы можем даже перейти и посмотреть на полную страницу превью. Вот у меня визуалы, которые я загрузила. Они у меня квадратные. Потому что я подразумеваю, что много людей смотрит видео с телефона и переходит по моей ссылке под видео скачать шаблон тоже с телефона. Если вы подразумеваете, что вашу продукцию больше будет смотреть с компьютера, вам надо делать прямоугольные визуалы. У меня квадратные с телефона. Они отлично выглядят. Так, конечно, не очень удобно. Ну вот, если уменьшить экран, то так получается. Ценности. Краткий обзор шаблона. Что ждет внутри. Какие-то функции. Небольшие плюшки. Чтобы приятно было посмотреть, что ты себе скачиваешь. Потом здесь цена. Здесь есть сколько вы все-таки, может, вы больше хотите заплатить, чем 0 долларов. Количество, которое хотите получить. Ну, это просто ссылка, поэтому... Но вдруг. Потом видео. Краткое описание. Все. Это превью того, что мы сейчас настроили. Мы возвращаемся обратно на страницу, где мы работаем с этим материалом. Нажимаем сохранить и продолжить. Здесь надо вставить как раз-таки ваш продукт. То, что получает человек, когда он нажимает на кнопку скачать. В моем случае это просто ссылка. Там написано, как этот шаблон дублировать к себе. И ссылка на шаблон. Не буду сейчас видео вставлять. Вы можете написать все, что угодно. Например, сюда можно подгрузить PDF-ку. Сюда... Вот, пожалуйста. Insert. И давайте подгрузим просто что-нибудь рандомное. Ну, предположим, картинка. Сюда можно подгрузить PDF-ку. Написать, что спасибо за покупку. Написать какую-то вступительную информацию. Или дать еще какие-то дополнительные контакты. После оплаты шаблона или бесплатного получения. Я говорю шаблоны, потому что добавляю шаблон. Но имею в виду digital продукты. Это то, что человек увидит перед собой. Тоже достаточно простой текстовый редактор. Я думаю, здесь тоже все достаточно понятно. И это последний шаг. После этого мы нажимаем publish and continue. And... И теперь уже можем делиться ссылкой на нашу страницу. Готово. Можно выбрать категорию, если вам какая-то подходит. Можно ввести теги. Это в целом для внутреннего продвижения. Но оно работает очень плохо. Поэтому не рекомендую с этим даже заморачиваться. Просто делитесь ссылкой в других своих соцсетях. Где уже планируете осуществлять маркетинг и продвигать продукт. Где этот продукт теперь найти? Ну, вот у нас есть домашняя страница. В левую колонку я нажимаю. У нас есть домашняя страница. У нас есть наши продукты. И как раз здесь будет наш продукт. Количество заработанных денег. И тех, кто посмотрел, кто открыл, кто скачал. Вот все здесь будет отображаться. Также здесь будут отображаться наши заработанные деньги. Редактировать продукт тоже достаточно просто. Нажмите на него и вы перейдете сразу в редактор. Можно скопировать ссылку. Если вы не хотите переходить в редактор, если просто хотите посмотреть, как выглядит продукт, нажимайте на ссылку и переходите к тому виду, который уже видит конечный потребитель. Пожалуйста, можно сверху нажать I want this. Можно здесь нажать I want this. Это то, что мы с вами выбирали. И когда я нажимаю I want this, я ввожу цену, которую я хочу заплатить. Нажимаю I want this. Нажимаю, выбираю на какой email мне прислать этот продукт. Здесь его, кстати, можно подарить кому-то другому. Но если я хочу на свой, я просто нажимаю get. И мне открывается то, что я купила. Я могу вот здесь скачать. И у меня скучается изображение. Если бы это была ссылка, которая в шаблонах я даю людям ссылку, они ее дублируют. И если бы это была ссылка, то можно было бы прямо отсюда перейти и дублировать. А так у меня просто сохранилось изображение, которое мы с вами вставляли. Вот, можно посмотреть. По-моему, буквально несколько кликов и все готово. Особенно, если вы немножечко дружите с конвой или фотошопом или любым другим визуальным редактором. Потому что с текстом очень круто поможет часть GPT или вообще любой искусственный интеллект. Просто поправьте его, не берите самый сырой, то, что вам выдаст. И заключительная часть о том, как и можно ли подвязать сюда карту и как выводить деньги с гумроута. Легче всего это сделать, если у вас есть PayPal или какая-либо электронная карта. На физическую карту это обычно большая комиссия. Плюс некоторые карты гумроут не принимает. И вот здесь, конечно, в этом плане есть вопросики. Я думаю, с PayPal каждый разберется. Если у вас есть, то буквально пару кликов надо одобрить на электронной посте. В настройках все вам по подсказкам будет понятно. Тем более, что можно язык переключить на русский, если тоже вам так будет комфортнее. Для этого вам надо перейти в параметры, в settings и прокрутить сразу вниз. И у вас там будет language. И вы выбираете здесь русский, если вам так будет комфортнее взаимодействовать. Вот и все. Это все, что можно делать на гумроут. Единственное, что когда у вас кто-то будет что-то покупать, у вас здесь еще есть аудитория в левой колонке. И как раз в аудитории у вас будут все люди, которые когда-либо скачивают у вас продукт. Даже если он бесплатный, у вас все равно здесь будут все email-адреса, которые можно сразу себе экспортировать. И если вы когда-либо будете делать что-то более глобальное, например, давайте на моем примере. У меня есть шаблоны, вдруг я решу делать курс. И тогда я могу скачать все эти email-адреса и сделать рассылку уже на аудиторию, которая уже знакома со мной. И с тем, что я делаю. И уже скачивала мой продукт, возможно, он им понравился. Это классно. И я именно для этого гумроут использую. Такое заключение, что гумроут вот именно этим хорош. Он хорош тем, что вы зашли, зарегистрировались, у вас сразу есть свой магазинчик, у вас сразу есть место, которое может вам аналитику подкидывать, которое собирает email-адреса. Все, кто у вас заинтересован, продвигаться внутри гумроут нет смысла. Можете считать, что это просто отдельно стоящий магазинчик, и вам нужны абсолютно точно другие каналы продвижения, там, Instagram, Telegram, YouTube, вообще не важно. Но любые другие не рассматривайте в этом плане гумроут. Я думаю, что он хорош для небольших экспертов, авторов, которые только начинают, у которых нет денег делать отдельный сайт, нанимать людей или самому заниматься тем, чтобы туда все подтягивать, подвязывать и делать красиво. Здесь минимистично, красиво. Есть еще какие-то мелкие настройки, с которыми вы с легкостью разберетесь самостоятельно. Моя миссия была рассказать о том, что этот сайт существует, что он доступен и каким образом его использую я. На сегодня у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их под видео. Я напоминаю, что на этом канале мы с вами создаем свою идеальную инфраструктуру. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok